Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. Донте Уайлдер навестил Роберта Хиллениуса после победы нокаутом в их поединке. Бронзовый бомбардировщик пришел финскому боксеру в номер и извинился за то, что отправил его в тяжелый нокаут. После этого Хиллениус дал понять, что собирается закончить карьеру. «Не нужно извиняться. Это твое время, брат. Я должен сказать, что ухожу. Мне 38 лет. Я занимаюсь боксом 25 лет. Но спасибо, что предоставил мне возможность подраться. Я ценю тебя». Давид Бенавидис и Хусе Ускотеги договорились о поединке во втором среднем весе, запланированном на январь. Поединок уже был согласован на ноябрь 2021 года, прежде чем Ускотеги сдал положительный тест на допинг. Геннадий Головкин согласно совместному решению WBA и IBF должен будет провести защиту титулов с Искиево-Фалькао, которые занимают первое место в рейтинге по версии IBF. А Рислан Диларов встретится с победителем этого противостояния. Эту информацию подтвердил президент WBA Хильберто Мендоза, новостном и ресурсу Boxing Scene. В то время как представители команд бойцов отказались комментировать возможный бой, так как еще не получили официального оповещения. Ожидается, что в ближайшие дни люди из команды Головкина пройдут встречу с Топ Рэнк, чтобы обсудить детали боя. При этом наиболее вероятными местами пройдения данного поединка называется Казахстан и США. Точной даты противостояния пока нет, но по информации бразильских СМИ, поединок должен состояться не позднее, чем через 120 дней. Вероятнее всего этот бой пройдет в первом квартале 2023 года. Временный чемпион WBO Джо Джойс считает, что ему дадут полноценный титул организации, ныне у Александра Усика. В идеале я хотел бы драться с Усиком, но похоже сейчас он ищет что-то другое. Он говорит о возвращении в тяжелый вес или поединок с Фьюри, но не обсуждает бой со мной. Усик может уйти и тогда меня повысить до полноценного чемпиона. Джерон Тедейс и Райан Гарсия на финишной прямой перед подписанием контракта. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон со ссылкой на исполнительного директора Шоу Тайм Стивена Испинозу. По словам Испинозы, бой между Дэвисом и Гарсией очень близок. На текущий момент осталось утрясти детали со телевизионной сетью. А на этом у меня все друзья, большое спасибо за просмотр, поддержите это видео своим бойцовским лайком, пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok